Все приятное либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Эта невзначай сказанная актрисой Фаиной Раневской фраза четко обозначила начало новой эпохи. В мире появился сорт людей, помешанных на здоровом образе жизни. Их главные враги в соли сахар. Но как это произошло? Почему безобидные белые кристаллы, придающие вкус еде, вдруг стали опасны? Израиль. Май 2017 года. Во время купания в Мертвом море погибает российский турист. Медики, прибывшие на место происшествия, безуспешно пытаются реанимировать мужчину. В августе 2017 на том же курорте утонула 60-летняя туристка из Германии. По статистике, ежегодно на Мертвом море погибают десятки отдыхающих. Но как это происходит? Ведь утонуть здесь просто невозможно. По законам физики, человека буквально выталкивает на поверхность сверхсоленой воды, как поплавок. Некоторые эксперты уверены, туристов убивает соль. Если в организм попадает даже незначительное количество соляного концентрата, это может оказаться губительным для почек и сердца. Заглотнув или втянув в нос такую воду, человек может получить отек легких и нарушение сердечной деятельности. Неужели реально подтвержден миф о белой смерти? Но почему человечество поверило, что соль смертельно опасна для здоровья? Известный американский врач Джеймс Ди Никол Антонио изучил более 500 медицинских работ, посвященных этой проблеме, и столкнулся с поразительным фактом. Нет ни одного серьезного исследования, которое доказало бы необходимость ограничить потребление соли. Почему же по степени бреда, наносимого здоровью, соль приравняли к курению и малоподвижному образу жизни? Так ли это на самом деле? В 40-е годы прошлого века американский врач Уоллес Кемпер заявил, что он успешно лечит своих пациентов-гипертоников с помощью низкосолевой диеты. Никаких серьезных подтверждений Кемпер не предоставил. Но вскоре у него появились последователи по всему миру. Почему научные идеи, не прошедшие серьезной проверки, оказываются настолько соблазнительными для миллионов людей? Как нас обманывают сотрудники клиник и научно-исследовательских центров? И насколько бескорыстны служители науки? Кто заказывает научные исследования и можно ли верить их результатам? Возможно, то есть какое-то подтягивание конечного результата под желаемый. Сладкая колонизация. Зачем старый свет ринулся покорять новый? Сахар без преувеличения изменил, конечно, ход мировой истории. Как не стать жертвой пищевых войн? Это приводит к увеличению массы тела. Какое сенсационное открытие сделали диетологи? Дети перенимают эту кухню. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова США. Штат Колорадо. Денвер. 24 сентября 1955 года. Находящийся на отдыхе президент США Дуайт Эйзенхауэр жалуется на боль в груди. Врачи ставят диагноз «острый инфаркт миокарда». Эта новость мгновенно обрушивает финансовые рынки. На Уолл-стрит начинается паника. Цены на акции летят вниз. Биржа теряет свыше 14 миллиардов долларов. Это самые большие потери после Великой депрессии 1929 года. Чтобы отвлечь народ от разговоров о здоровье главы государства, лечащий врач президента проводит пресс-конференцию, сместив фокус на общие проблемы болезни сердца. Он рекомендует американцам бросить курить и сократить потребление жиров и холестерина. Вред от трансжиров огромный. Они вызывают развитие атеросклероза. То есть повышение уровня холестерина и развитие атеросклероза. А это что такое? Это возникновение атеросклеротических бляшек в сосудах. И тогда, если это бляшки появляются в сердечных сосудах, коронарных, это прямой путь к инфаркту миокарда. В результате у миллионов людей формируется убеждение, что жирные продукты наносят вред здоровью. Насколько это подкреплено серьезными научными изысканиями? Какие еще рожденные в 20 веке мифы о вреде и пользе продуктов дожили до наших дней? США. Нью-Йорк. 1955 год. Брукхевинская национальная лаборатория. Доктор Льюис Даль заявляет о сенсационном открытии. Известна причина, почему японцы в большей степени страдают от повышенного давления, чем жители других стран. Оказывается, они употребляют слишком много соли. При повышении концентрации соли в организме, чрезмерной концентрации, стимулируется выработка лазопрессорного гормона, который отвечает за артериальное давление. И, соответственно, люди, которые чрезмерно употребляют соль в жизни, они находятся в группе риска. Даль попытался наглядно доказать вред хлорида натрия для человека, проводя эксперименты с грызунами. Для своих опытов он вывел крыс с повышенной чувствительностью к соли. Доктор был уверен, соль всего лишь одна из специй, потребление которой нужно резко ограничить. Это риск заболевания инсультов, это риск заболевания инфаркта, особенно людям, которые старше 50 лет, люди, страдающие сахарным диабетом, люди, страдающие заболеванием почек, и, соответственно, люди, у которых есть повышенный вес. Это может привести просто к необратимым последствиям. В одном из опытов Даль кормил грызунов детским питанием с высоким содержанием соли. Когда крысы погибли, исследователь объявил о вреде детских смесей. В результате Комитет по питанию Американской Академии Педиатрии срочно потребовал убрать соль из всех продуктов для детей. Федеративная республика Германия, 1979 год. На международном симпозиуме диетологов соль впервые признают вредным для организма веществом. Начинается эпоха повального увлечения бессолевыми диетами. О белой смерти пишут в газетах и журналах. О необходимости граничить потребление соли и соляных продуктов прочно утверждается не только в сознании людей, но и на законодательном уровне. Во многих странах проводятся такие масштабные программы, которые направлены на снижение потребления соли. Одной из первых стран, которая решилась на эксперимент с солью, стала Финляндия. Местом проведения исследований выбрали область на востоке страны – Северную Карелию – самый неблагоприятный регион по сердечно-сосудистым заболеваниям. С начала 80-х годов здесь развернули массированную рекламную кампанию, призывающую ограничить потребление соли. Это невероятно, но за 30 с лишним лет количество сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилось на 80%. Это лучший результат в мире. И когда они получили это в одном регионе, это район Северной Финляндии, Северная Карелия, они распространили этот опыт на всю Финляндию. И сейчас Финляндия одна из передовых стран. И руководитель этой программы, руководитель Института профилактической медицины в Хельсинки, он сейчас признанный эксперт Всемирной организации здравоохранения. Средняя продолжительность жизни финнов увеличилась на 10 лет. Вот только при чем здесь соль? Врач-диетолог Елена Горогуля уверена, финский феномен – результат комплексной медико-социальной политики властей. Государственная система здравоохранения Финляндии считается одной из наиболее эффективных в Европе. При этом список самых распространенных причин смерти в Финляндии такой же, как и во всем остальном мире. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место. То есть везде всегда лидирует, и это последние годы. И в том числе молодых, то есть спортсменов. Низкое содержание соли в рационе финнов никак не повлияло на здоровье сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, в Финляндии все производители обязаны указывать на продуктах точное количество соли. Если ее мало, такую еду одобряют кардиологи, и на упаковке появляется специальный значок – сердечко. Понятно, что определенные вложения финансовые в эти исследования, они требуют каких-то оправдания ожидаемых результатов. И я вполне предполагаю, что это вполне возможно, то есть какое-то подтягивание конечного результата под желаемый. Но как же получилось, что под влияние диетологов попали целые страны? В 2016 году доктор Кристин Кирнс из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила переписку, которую полвека назад вели диетологи из Гарварда и американские производители сахара. Сахарные короли требовали от исследователей замалчивать научные данные о негативном влиянии сладкого и как можно больше писать о вреде жиров. В прессе всплыли скандальные подробности этой истории. Оказывается, производители сахара оплачивали научные работы, призванные доказать безвредность этого продукта для организма. Магнаты сахарной индустрии даже просматривали черновики статей, внося туда свои правки. О какой объективности научных исследований может идти речь? Как показали позже обнародованные документы, в 60-х годах 20 века представители сахарной промышленности оплатили ученым за исследование, чтобы они поставили под сомнение пагубное влияние сахара на работу сердца и нашли нового козла отпущения. Жир, да, то есть надо есть меньше жира. Несмотря на активную пропаганду, во вред жиров и холестерина верят далеко не все ученые. Еще в 70-е годы прошлого века ведущий диетолог Соединенного Королевства Джон Юткин изучил данные о болезнях сердца и обнаружил связь между инфарктами и употреблением сахара, а вовсе не жирной пищи. Диетолог провел серию лабораторных экспериментов на животных и доказал, что перерабатываясь в печени, сахар в конечном счете превращается все в тот же жир. Сахар – это быстро усваиваемый углевод, который усваивается за 15 минут, он сразу же попадает в кровь тут же и сразу же идет на работу мозга, либо если уже мозгу достаточно, то идет, конечно, в отложении жира. Джон Юткин напомнил миру, что человек изначально был плотоядным. Потреблять углеводы, которые содержатся в овощах и фруктах, люди начали сравнительно недавно, около 10 тысяч лет назад, с появлением сельского хозяйства. А вот насыщенные жиры издавна входят в наш рацион. Диетолог был уверен – болезни человечеству принесла новая система питания. Исторически наш организм и наша поджелудочная железа, которая как раз и ответственна за углеводный обмен, она не готова справляться с большим количеством углеводов и сахара. Бороться в одиночку с утвердившимся мнением, что главный враг – это жир, ученому оказалось не по силам. Коллеги Юткина обвинили его в том, что он защищает интересы дельцов мясомолочной индустрии. Пытаясь доказать свою правоту, диетолог в 1972 году написал книгу «Чистый, белый, смертельный». Если бы даже малая часть того, что мы знаем о влиянии сахара на наш организм, стала известна о любой другой пищевой добавке, этот продукт бы незамедлительно запретили. Джон Юткин. Книга неплохо продавалась. Именно этого не могли простить Юткину оппоненты. В итоге репутация диетолога была уничтожена. Ученый умер в 1995 году всеми забытый. Люди поверили – в болезнях сердечно-сосудистой системы виноваты жиры, а не сахар. Почему человечество так легко стало жертвой научных заблуждений? Долгое время в научном мире господствовала теория диетолога из Университета Миннесоты Анселя Киза. Он утверждал, что для сердца нужна диета с низким содержанием жиров. Вот какие доводы приводит Киз, убеждая мужчин отказаться от привычного рациона. Избыток насыщенных жиров в рационе, получаемых из красного мяса, сыра, масла и яиц, повышает уровень холестерина, который застывает внутри коронарных артерий. Артерии теряют эластичность и становятся все уже. В итоге поток крови останавливается, и сердце отказывается работать. Поразительно, но в эти доводы поверили миллионы мужчин во всем мире. Переживший инфаркт президент США Дуайт Эйзенхауэр убрал насыщенные жиры из своего рациона и придерживался этого правила до самой смерти в 1969 году. Кстати, сторонники безжировой диеты почему-то умалчивают, что бывший американский лидер скончался от сердечной недостаточности. А вот потребление сахара американские диетологи не предлагали ограничить. И как вы думаете, почему? Ассоциация сахара подкупила фактически трех гарвардских ученых. И вот за публикацию обзора исследований о влиянии сахара и различных жиров на работу сердца они получили сумму, равную 50 тысячам долларов. Но по тем меркам это очень крупная сумма. Все упомянутые в статье исследования были специально отобраны. Лишь недавно диетологи заговорили о том, что заболевание сердца на самом деле вызывает сахар, а не насыщенные жиры. Как считают независимые эксперты, просматривается прямая связь между потреблением сладостей и детским ожирением. Очень много детей с ожирением, с лишним весом. При обследовании уже был выявлен и фиброз печени в 30%, и в 5% уже цирроз печени. США. 2009 год. Известный американский врач из Университета Калифорнии Роберт Ластинг выступает с докладом «Сахар. Горькая правда». Он убедительно доказывает – фруктоза, повсеместно применяемая в современных диетических продуктах, виновна в том, что в Америке становится все больше людей, страдающих ожирением. Это можно назвать настоящей эпидемией. У нас идет пандемия сахарного диабета второго типа, и каждый десятый человек в мире страдает сахарным диабетом, по данным Международной ассоциации сахарного диабета. Это заболевание тоже с наследственной предрасположенностью, но основа этого заболевания – это ожирение. Например, если мы имеем ожирение второй степени, индекс массы тела больше 35, риск сахарного диабета у нас 93%. Исследования Ластинга полностью подтверждают выводы еще 40 лет назад, сделанные Джоном Юткином. Получается, американские сахарные короли с помощью недобросовестных ученых ввели в заблуждение весь мир. И это не первый и не последний подобный случай. Северное полушарие Земли. 1969 год. Ученые впервые фиксируют уменьшение озонового слоя. Медики тут же замечают взаимосвязь. Уменьшение озонового слоя всего на 1% увеличивает число заболеваний раком кожи на 6%. Пресса подогревает панические настроения. Озоновый слой надо срочно спасать. Швеция, Стокгольм. 1995 год. Голландские ученые Пауль Йозеф Крутсон, мексиканец Марио Малина и американец Шарвард Ролланд получают Нобелевскую премию по химии за исследование озоновых дыр в атмосфере. Ученые предположили, что хлор-фтор-углеродные соединения, иначе фреоны, широко используемые в промышленности, вступая в реакцию с озоном, разрушают его. Виновник обнаружен. Оказывается, это женщины, прыская лаком или дезодорантом из аэрозольных баллончиков, наносят планете непоправимый вред. Озоновые дыры – это чистейший миф, который был очень, как сказать, популярен в 90-х годах. Самые большие озоновые дыры над Австралией, над пустыней, например. Над Антарктидой. Огромная зоновая дыра. Почему? В 1988 году вступила в силу Венская конвенция об охране озонового слоя – Многостороннее экологическое соглашение. Ее ратифицировали 197 государств. Затем был подготовлен Монреальский протокол об озоноразрушающих веществах. Производство фреонов жестко ограничили. И тут же, как по заказу, американская химическая компания предложила свою продукцию взамен опасного газа. Правда, новые вещества были дороже и хуже по характеристикам, но зато сохраняли столь важный для всего человечества озоновый слой. Заморочили голову о том, что планета гибнет, что есть озоновая дыра, которая уничтожит все живое. А вот очень кстати фирма разработала заменитель фреона, который все могут купить. Давайте запретим производство фреона. Взяли, запретили, сели как на иглу, на импортный заменитель. Как считают эксперты, вот так быстро и эффективно компании удалось обойти конкурентов и наладить сбыт более дорогой, а значит более прибыльной продукции, утилизируя старые фреоновые и продавая так называемые экологически чистые. К 2005 году только в США это принесло компании почти более 220 миллиардов долларов. А что же фреон? Чуть позже выяснилось, что в возникновении озоновой дыры он не виноват, потому что эта дыра существовала всегда. К тому же фреон может разрушать озон лишь в лабораторной пробирке. Любой ученый вам скажет, что достаточно абсурдным звучит заявление ООН о том, что когда на планете будет глобальное потепление, оно будет происходить равномерно по всей планете в одно и то же время. Кроме того, до сих пор непонятно, почему дыра образуется над Антарктидой, где никаких выбросов фреона не может быть по определению. Зато над крупными городами, где источников фреона очень много, никакие озоновые дыры не фиксировались. Нужно было провести, как сказать, технологическую революцию, вывести новый продукт на рынок, запустили миф, все здорово, все покупают новые холодильники. Так оно рождается миф из-за денег. История с фреоном – далеко не единичный пример, как корпорации уничтожали конкурентов с помощью ученых и формируемого под их влиянием общественного мнения. По такой же схеме расправились и с азбестом. Азбест использовали в строительных целях, и определенные исследования выявили, что он оказывает влияние на онкологические заболевания. И тогда он был запрещен к производству, то есть назван неэкологичным и опасным для жизни. В западной прессе, как по команде, начали публиковать статьи о том, что азбест может вызывать раковые опухоли. На современном этапе наука пришла к выводу, что онкология – это случай, тогда, когда клетка внезапно получает основные свойства раковой клетки, бессмертие клона. Клетке нужно питание, и поэтому опухоли, как правило, хорошо кровоснабжаются. И растут, растут до бесконечности, пока не уничтожают организм целиком. Особый акцент делали на том обстоятельстве, что основным поставщиком этого материала был Советский Союз. На волне всеобщей истерии в Западной Европе начали сносить дома, при постройке которых применялся азбест. И вся эта кампания совпала с появлением на рынке нового синтетического заменителя – номикса. Когда Европейская комиссия вообще запретила использование азбеста, именно номик стал основным противопожарным и огнеупорным материалом. Недавно научный мир потряс еще один скандал. Группа хакеров обнародовала переписку американских и британских ученых, а также представителей НАСА, которые занимаются проблемой глобального потепления. Выяснилось, что в своих отчетах исследователи подтасовывают факты и фальсифицируют данные. Множество людей пребывает в уверенности о том, что наш мир катится к глобальному потеплению, то, что мы потом все скоро выжатся, не знаю, там, до уровня пустыни, до уровня Сахары. Хотя многие экологи говорят о том, что нужно быть готовы к глобальному похолоданию. Что же толкает людей науки на подлог? Желание славы или денег? К сожалению, ученые часто становятся заложниками корпораций, которые спонсируют лишь те исследования, результаты которых можно использовать в своих интересах. Битвы за потребителя развертываются одна за другой. И науку здесь используют исключительно в прикладных целях. Война операторов мобильной связи и стационарных телефонных сетей запомнилась угрозами, что сотовый телефон медленно убивает владельцев своим излучением. В сражениях СВЧ-печек и аэрогрилей нас пугали генетическими отклонениями, которые вызывают микроволновки. И всегда на помощь производителям приходят ученые, которые могут привести массу доводов в пользу той или иной версии. Обычно мифы рождаются из деятельности журналистов и людей, которые действуют в интересах той или иной корпорации, которая имеет с чего-то деньги. То есть люди привыкли держаться за свой источник дохода. Конечно, словами, как доказали британские ученые, сегодня уже никого не убедишь. Поэтому корпорации стремятся привлечь на свою сторону организации и структуры, репутация которых внушает уважение. В марте 2015 года Всемирная организация здравоохранения публиковала новые рекомендации по борьбе с ожирением. Медики предлагают снизить вдвое употребление сахара. В докладе экспертов говорится, что потребители даже не догадываются, как много сахара добавляется в полуфабрикаты и другие готовые продукты питания. Доказано. Сахар при избыточном употреблении повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Самый ужасный продукт, который приводит к ожирению сахарной диабетой инфарктом и инсультом, это сладкие напитки. Газированные компоты, соки, морсы, газированные напитки. Это все содержит огромное количество сахара, которое мы просто не замечаем. У сладкоежек нарушается обмен веществ и слабеет иммунная система. Кожа теряет эластичность и рано стареет. На усвоение рафинированного сахара человеческий организм тратит огромное количество кальция, вымывая его из костной ткани. Это приводит к остеопорозу. И в результате у человека чаще ломаются кости и разрушаются зубы. Ученым известно еще одно свойство сахара. Он способен вызывать зависимость, подобную наркотической. У нас в головном мозге есть два типа нейронов. Одни отвечают просто за насыщение. Поели и поели. А другие, так называемые гидонические нейроны, которые отвечают за вкусную, жирную, сладкую пищу. Мы становимся рабами вот этих вот гидонических нейронов. А ведь еще 300 лет назад такого продукта, как сахар, практически не было в рационе наших предков. Мы сами не заметили, как стали сахарными наркоманами. На праздник торт. Подарок – коробка конфет. Шоколадка – как поощрение или знак внимания. Сладкая жизнь стала синонимом счастья. Большое количество сахара вызывает такой сильный всплеск дофамина, что он разрушает поощрительную систему. И в следующий раз, чтобы получить такую же долю удовольствия, нужно еще больше сладкого. Все то же самое, что и с кокаином, героином, кофеином. Это легальный наркотик, плюс часто он социально поощряем. Неудивительно, что общий объем мирового производства сахара за два века увеличился практически в 600 раз. США. Октябрь 2017 года. Опубликован доклад Национального центра медицинской статистики США. Америка побила свой собственный антирекорд. Число страдающих ожирением взрослых американцев достигло рекордного показателя за всю историю проведения данных исследований. Почти 40% от общего населения. Казалось бы, пора принимать экстренные меры. Но большой бизнес не любит расставаться со сверхприбылями. Так сложилось исторически. Ведь отцами-основателями Соединенных Штатов были плантаторы. Джефферсон и Вашингтон, которые стали влиятельными людьми, богатыми людьми, отцами нации, как их называли, в общем-то, свое состояние они склотили именно на рабском труде в выращивании сахара. Климат нового света идеально подходил для того, чтобы выращивать сахарный тростник. Сначала его возделыванием занимались обедневшие переселенцы. Но им нужно было платить. И тогда плантаторы нашли способ, как минимизировать затраты. Огромным количеством черное золото, как называли это на африканских рабов, вывозилось из Африки в Америку. Для чего? Для того, чтобы работать на сахарных плантациях. Таким образом, именно сахар был предпосылкой возникновения рабства на американском континенте. Сахарный бизнес, построенный на рабском труде, приносил владельцам баснословные прибыли. В Европе сахар стоил дорого и был привилегией богатых. В России сладкий продукт появился в конце 17 века. Его привозили из-за границы и использовали в медицинских целях. В 18 веке было создано более 20 сахарных фабрик, которые обеспечивали население продуктом. Так что к 19 веку Россия полностью перешла на свое собственное свекольное производство. И вот с этого времени продукт стал доступен для простого российского населения. Доступен, но по-прежнему не дешев. В конце 19 века в России за фунт чистого сахара давали 3 рубля. Для сравнения, курица в то время стоила 5 копеек, а фунт говядины 2. Несмотря на дороговизну, сахар пользовался огромным спросом. Сахар долгое время был достаточно дорогим. И существовало там такое понятие, как пить в прикуску. Сахар был не такой рассыпчатый сахарный песочек, а твердый достаточно для того, чтобы его расколоть. То есть требовалось применить специальные инструменты. И любители чая с небольшим кусочком сахара выпивали стакан чая. Но сколько же сахара нужно человеку, чтобы он почувствовал себя счастливым? В наши дни ученые дали ответ на этот вопрос. Найдена так называемая точка блаженства. Выверенное до миллиграмма количество сахара в продукте, при котором потребитель получает максимальное наслаждение. Маркетологи эксплуатируют сладости не только как элемент насыщения и продукт питания. Они представляют их как способ достижения удовольствия, порой несоизмеримый с первичной потребностью. То есть скушал батончик, попал в рай, осветил райское удовольствие. После того, как были опубликованы материалы научных исследований о вреде сахара, многие задумались о более здоровом питании и решили отказаться от сладкого. Оказалось, побороть зависимость не так-то просто. Это необходимо делать как раз действительно под контролем специалистов. И основные специалисты, которые занимаются этой проблемой, это диетологи и психотерапевты, которые помогают, во-первых, понять, насколько ты переедаешь или недоедаешь, подобрать тебе правильный рацион питания. Сегодня разрабатываются медицинские программы и даже появляются специализированные клиники, помогающие избавиться от сахарной зависимости. Полностью победить сахарную зависимость очень сложно. На моей практике только каждый пятый пациент может этого достичь. Это свидетельствует о том, что это наркотическая зависимость, от которой человеку очень сложно избавиться. Специально для сладкоежек очередное новшество пищевиков – сахарозаменители. Раньше их рекомендовали больным с сахарным диабетом. Теперь их размещают на полках магазинов в секции «Здоровое питание». Сейчас мы используем посластители нового поколения. Это делается из травки, которая называется севия. Препарат очень сладкий и очень полезный не только диабетчикам, но и всем, кто следит за своим здоровьем. Самый распространенный натуральный сахарозаменитель – фруктоза. Продукты с ней хорошо подходят диабетикам. Тем, кто хочет снизить вес, по мнению экспертов, лучше выбрать стевию. Это единственный из природных подсластителей, который не содержит калорий. Впрочем, не всем удается привыкнуть ко вкусу чая или кофе со стевией. От цикломата мы не отказались, потому что эта рецептура утверждена у нас в Москве. Там она пользуется очень большим спросом и стоит у нас на первом месте. Потому что, если, допустим, таблеточки мы делаем с сукралозой и с севией, то наши, как говорится, потребители не привыкли к такой сладости, которую они дают. Они привыкли к сахару, к сладости, именно сахара, вкуса. Поэтому цикломат и сахаренат дают именно такой вкус, который всем нравится. В синтетических сахарозаменителях калорий тоже нет. Но в этом и кроется опасность. Вкусовые рецепторы чувствуют сладость. Организм готов к поступлению углеводов. Но этого не происходит. Именно поэтому такие продукты вызывают просто зверский аппетит. Несмотря на низкую калорийность, именно синтетические сахарозаменители часто приводят к быстрому набору веса. Поэтому при бессахарной диете важен правильный выбор продуктов. А выбирать есть из чего. Мы выпускаем как сахарозаменители в таблетках. Также мы изготавливаем сами непосредственно карамельные изомальки. Печенье, овсяное, конфеты, батончики, также сушки, вафли на сорбите, на фруктозе. То есть ассортимент у нас, скажем так, довольно-таки расширенный. При использовании подсластителей нужно быть осторожным. Некоторые из них могут нанести организму заметный вред. В США, Великобритании и Канаде некоторые опасные сахарозаменители запрещены. Многие диетологи рекомендуют мед и кленовый сироп, как безвредную замену сахара. Если сахар убрать полностью, представить такую модель, что мы убираем полностью сахар из жизни организма, то нарушаются обменные процессы. Получается, если нет прямых медицинских показаний, вроде сахарного диабета, отказываться от сладкого не стоит? Как сказал великий ученый древности Парацельс, все есть яд, все есть лекарства, и то и другое определяет лишь доза. То же самое с сахаром. Если мы будем чрезмерно употреблять сладкое, это приведет к определенным последствиям, как сахарный диабет, а что в свою очередь приведет к инфарктам, инсультам и различным другим заболеваниям. Но полностью исключать сахар из рациона – это неправильно. Получается, вред сахара несколько преувеличен. Почему же сегодня так активно рекламируют сахарозаменители? Может быть, все дело в том, что производитель стремится продвинуть эти продукты на рынок, а ученые доказывают их полезность. Как бы то ни было, вредному для здоровья сахару можно найти замену. Но чем заменить другой белый яд? Соль. Средневековый алхимик Парацельс утверждал, что может в химической реторте создать маленького живого человечка – гомункулуса. В трактате о природе вещей он написал, что для этого нужно всего лишь смешать частички разных тканей человека и подвергнуть их легкому нагреванию. Главным компонентом этой смеси Парацельс считал соль земли, то есть обычную поваренную соль. С высоты сегодняшних научных достижений можно уверенно сказать – Парацельс не ошибался в главном. Действительно, без соли жизнь невозможна. Человеческое тело на 70% состоит из воды, и именно соль контролирует водный баланс в организме. Натрий в основном содержится в крови и в периферических жидкостях, которые окружают все наши клеточки. И натрий как раз обеспечивает так называемое косматическое давление, которое поддерживает нормальную работу клеток. Долгое время считалось, что соль, подобно сахару, вызывает ярко выраженную зависимость. Новые знания удалось получить в ходе проводимого российскими учеными уникального эксперимента по имитации полета на Марс. Будучи изолированными от мира в течение 500 дней, добровольцы испытывали на себе рацион питания с ограниченным количеством соли. Ионы хлора, которые мы получаем в виде соли, натрий-хлор, они необходимы для переваривания белков. Они входят в состав соляной кислоты желудочного сока. То есть желудочный сок имеет очень высокую кислотность для расщепления белка до аминокислот. Оказывается, соль выводится из организма не сразу, как думали ученые, а примерно раз в неделю, подчиняясь природным ритмам. Организм сам решает, сколько соли оставить для нормальной работы нервной системы и пищеварительного тракта, а сколько вывести с мочой и потом. По сути, это означает, что все разговоры о вреде соленых продуктов не более чем миф. Неужели потребность в соли заложена в нас самой природой? Эксперименты, в ходе которых людей полностью лишали соли, нередко приводили к смертельным исходам. Во время исследований, проведенных еще в 1945 году, у испытуемых, сидящих на бессолевой диете, возникал сосудистый коллапс. Если соли поступает в организм мало, то, в общем-то, нарушается проводимость нервных импульсов. Это грозит понижением стрессоустойчивости. Пониженное количество соли может привести к остеопорозу. Это нарушение, в общем-то, обмена в костях человека, то есть повышение ломкости костей. Это может привести к судорогам, то есть мышечным именно судорогам. Это может привести, опять же, к нарушению электропроводимости сердца. Внутренние ткани переставали в необходимом количестве снабжаться кислородом и питательными веществами. Это классический симптом снижения количества натрия в крови. Без соли человек жить не может совсем. Людей сажали на полностью бессолевую диету, включая дистиллированную воду. Через 11 дней человек загибался. Пока европейцев упорно убеждали в опасности соли, жители Юго-Восточной Азии придерживались прямо противоположных подходов. Корейцы, например, ежедневно употребляют более 10 граммов соли в день. Соль в огромных количествах присутствует во всех национальных блюдах. Пересолены корейские супы, маринованное мясо, соевый соус и уж тем более знаменитая капуста кимчхи. При этом в Южной Корее один из самых низких в мире показателей гипертонии и коронарных болезней сердца. Чтобы отмахнуться от этого неудобного факта, американцы назвали его корейским парадоксом. Однако таких парадоксов, если присмотреться, в мире довольно много. Взять хотя бы знаменитую средиземноморскую диету, рекомендуемую как самую полезную для сердца. Блюда довольно сильно подсолены, если вспомнить рецепты приготовления анчоусов и сардир. Есть такое понятие, как географически уникальная соль. То есть это соль, которая характерна только для одного конкретного региона. Например, перуанская розовая. Она добывается в одном месте, в горах, в Перу. Вот таких видов соли примерно 180. Плюс к этому есть еще большое количество разных обработанных видов соли. Соль сегодня продукт доступный и дешевый. Но есть и очень дорогие разновидности. Самая дорогая, про которую я слышал, это корейская жареная девятикратная обжарки. Берут морскую соль, сушат, потом закладывают в бамбук и пережигают, замазывают глиной, пережигают на костре из сосновых веток, чтобы была достаточная высокая температура для переплавления соли. И вот по мере увеличения количества таких процедур цвет соли меняется. Вот девятикратная обжарка, она считается самая дорогая. У нее розница, по-моему, 3000 с чем-то долларов за килограмм. Сегодня такая цена шокирует. А в старину соль была очень дорогим продуктом. В Африке килограмм соли меняли на килограмм золотого песка. Караваны с этим товаром были желанной добычей разбойников. Соляной промысел приносил огромную прибыль. А повышение цен на соль в ту пору основной консервант могло вызвать бунт. Дело в том, что помимо еды, собственно, для людей, соль использовалась в качестве основы для лекарств, соль использовалась в качестве корма для животных, а крестьянское хозяйство без животных невозможно было никак. В конце 17 века во Франции каждый житель старше 7 лет был обязан покупать 7 фунтов соли в год. Без малого 3,5 килограмма. Весь этот продукт должен был использоваться только для варки пищи и подаваться на стол. Чтобы засолить свинину и запасти мясо на зиму, крестьянам приходилось дополнительно покупать соль у государства. Вот такое монопольное право продажи давало возможность казне резко увеличить свои доходы или отдать на откуп и так далее. Раньше государство из корыстных соображений побуждало подданных есть больше соли. Сегодня нас призывают отказаться от соленого, якобы руководствуясь заботой о нашем здоровье. Впрочем, многие диетологи предупреждают, низкое потребление соли имеет множество побочных эффектов. Полностью без слива диета может приводить к сердечной аритмии, к нарушению ритма сердца, к неправильному действию нервной системы, к чрезмерной раздражительности, сонливости, слабости. Некоторые исследователи уверены, людей запугивают белым убийцей солью, чтобы отвлечь внимание от реального виновника многих болезней – сахара. Американский ученый Джеймс Ди Никол Антонио утверждает, как только вы садитесь на соляное голодание, организм сразу включает защитные меры. Одна из них – повышение выработки инсулина. Это, в свою очередь, запускает каскад неблагоприятных изменений, в том числе резко снижается сжигание жира. Не исключено, что именно нынешняя война с солью вызвала поразившую мир эпидемию диабета. Если человек чувствует себя хорошо, если у человека нет проблем с солью, если у него в его теле нет проблем с тем, что задерживается жидкость, пожалуйста, этот человек может употреблять ровно столько, сколько он хочет. Ну, то есть, мне кажется, не нужно доводить его до абсурда просто-напросто. Низкосолевые диеты обезвоживают клетки организма. Они начинают требовать больше энергии. В результате человек ощущает усталость и потребность в дополнительном питании. Тяга к солененькому в современное время – это не что иное, как потребность в других минеральных веществах, которые организм тоже хотел бы получить. Например, кальций, кремний, какие-то еще соли, марганцы, меди. Но у него есть один источник перед глазами, минеральный источник – это соль. Современные диетологи считают, что взрослому человеку требуется до 3 граммов натрия в день. Это не меньше 5 граммов соли. Впрочем, прежде всего стоит прислушаться к организму. В нем имеется врожденный солевой регулятор. Человек сам ощутит потребность в соли, когда возникнет нужда. Здоровое питание – тренд современности. Пища без жиров, красителей, консервантов, усилителей вкуса, без соли и сахара. И стоит это очень дорого, ведь производители уверяют, что используют все самое лучшее. Но так ли это? Можно ли сделать полезные продукты по-настоящему вкусными, без соли и сахара? Польза обезжиренных продуктов – один из главных мифов диетологов. 100% жир оправдан, вплоть до сала. То есть там находится незаменимая, оказывается, арахидоновая кислота, жирная кислота арахидоновая, которая очень необходима для нормальной работы мозга. Она в сале содержится еще очень много селена, защищает клетки печени от разрушения. Однако не все жиры одинаково полезны. Жарить на растительном масле нельзя. В первую очередь подсолнечное масло, пусть оно рафинированное, дезодорированное, без осадка, но оно в основном состоит из жиров омега-6 жирных кислот. Эти жирные кислоты ненасыщенные, они легко окисляются при высокой термической обработке и превращаются в олифатические соединения, то есть просто в олифу. Такой окисленный жир вызывает воспаление в клетках желудка и кишечника. Жарить рекомендуется на оливковом масле или на животных жирах, топленом сливочном масле или сале. Но не на беконе. В волокнах свиного мяса могут быть личинки опасных для человека паразитов. Сейчас все больше людей обращается с различными жалобами на нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Они, конечно, не жалуются на то, что у них есть глисты или нет глистов. Специфических каких-то симптомов именно глистной инвазии обладают только некоторые из представителей этого мира паразитов. Но, тем не менее, при глистной инвазии всегда происходит нарушение пищеварения. Свинину диетологи советуют заменить на баранину. В ней содержится элькарнитин – природное вещество, сжигающее жир. Именно баранину лучше есть тем, кто хочет избавиться от лишнего веса. А вот польза куриного мяса, всегда считавшегося диетическим продуктом, сегодня ставится под сомнение. Очередной миф существует в диетологии – диетическая куриная грудка. Я не рекомендую куриное мясо промышленного производства, но из-за неблагоприятного химического состава. Альтернатива курице – рыба, причем жирных сортов. Как говорят эксперты, недешевую красную рыбу лучше не покупать. Лососевые породы выращивают искусственно. Рыба северных морей, она более полезна, и жир такой рыбы более полезен, потому что там больше вот этих длинных, длинноцепочечных, которые нужны для нашего метаболизма, для образования просто гландинов и так далее, очень полезных веществ для регуляции многих функций. Остановить свой выбор можно на доступных скумбрии и сельде. А вот от ежедневного употребления молочных продуктов врачи советуют воздержаться. Я рекомендую употреблять, например, молочные продукты, ну, два раза в неделю. Это умеренно. То есть ежедневно бывает перегрузка организма ненужной микрофлорой, которая, ну, все-таки имеется и в сыре, и в твороге, и в сметане. То есть это нестерильный продукт. Живущая в нас вредная микрофлора любит сахар, поэтому подкармливать ее сладким особенно на ночь не стоит. Сладкое можно поесть с утра, чтобы быстро насытить организм энергией. В обед медленные углеводы, например, бобовые, злаковые, которые будут питать нас энергией в течение дня. Вот только класть картошку в гороховый суп не стоит. Именно это сочетание приводит к излишнему газообразованию. Правильный ужин, белки и овощи. Можно даже перед сном. Жареный стейк и овощной салат за ночь прекрасно усвоятся организмом. А чтобы сделать салат вкусным, используйте заправку. Например, горчица с лимоном, пол-ложки меда. Залить это все каким-нибудь растительным маслом. Плюс добавить несколько трав, тимьян немножечко. И получается очень ароматная заправка. Пытаясь снизить риски, связанные с едой, человек прислушивается к медицинским исследованиям и экспертным мнениям. Но всегда ли можно им доверять? Ведь международные корпорации, продвигающие на рынок свои товары, способны оказывать влияние не только на общественное мнение, но и на академическую науку. Два продукта – соль и сахар – без преувеличения изменили историю человечества. Одни их проклинают, другие считают величайшим благом. Но и те, и другие не могут не согласиться. Без соли и сахара наша жизнь на Земле была бы вряд ли возможна. Сегодня одной тайной стало меньше. У вас есть секретная информация, ее нужно проверить. Связь через мой инстаграм.